23 и 24 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Рязани проводится аэрозольная обработка города. Технику для этой цели предоставила воинская часть Дягилевского военного города. Дезинфекция будет проводиться по двум из пяти маршрутов, которые были разработаны и дирекцией благоустройства города и областным ГИБДД. Сегодня обработку начали с Московского шоссе, проехали по улицам Крупской, Мервинскому проезду. До начала обработки по запланированным маршрутам прошли автомобили, пылесосы с целью сбора пыли и мелких камней, после чего начала работать тепловая машина. Данная техника это военные. Понятно, то, что мы обрабатываем наши улицы и тротуары поливомоечными машинами, это одно. Но данная техника она захватывает за счет распыления аэрозольного метода и за счет розоветров, которые двигаются в более большую территорию, в более большую площадь. Для эффективного проведения дезинфекции резанцам необходимо обеспечить отсутствие принадлежащего им автомобильного транспорта по пути движения техники. В случае, если припаркованная машина будет мешать проезду, ее переместят с помощью эвакуатора на свободное место в радиусе 300 метров. Техника создает определенное давление, и тот мусор, который может появиться на дороге, он может действительно повредить там какие-то транспортные средства. Поэтому и просим, чтобы автовладельцы не парковали свою технику, для того, чтобы мне перед обработкой я мог запустить специализированные машины, пылесосы, которые эту дорогу смогли нормально и хорошо вычистить. Потому что припаркованная машина, она мешает эту дорогу вычистить. 24 апреля в пятницу намечена дезинфекция улиц еще по одному маршруту. Улица Дзержинского, Гагарина, Черновицкая, Гоголя, Островского, Высоковольная, улица Чкалова, площадь Димитрова. Начало перекрытия и работы пылесосов с 9 часов утра. Обработка аэрозольным методом с 10 до 11.30. Окончание перекрытия ожидается в 11.30. Администрация Рязани просит жителей с пониманием отнестись к работе городских служб и не покидать свои дома во время проведения обработки городских улиц. Особую осторожность следует проявить тем, кто страдает аллергическими и астматическими заболеваниями.